Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы опять разбираем сложный стих из Псалма 67, номер стиха 36, и нашим помощником в этом деле благородным и нужным и духовным является портал экзегет.ру. Итак, читаем стих по-славянски, и без сомнения каждому верующему христианину православному этот стих очень и очень знаком, потому что он часто фигурирует в разных элементах богослужения, в стихирах, в прокимнах и других элементах нашего православного богослужения. Итак, читаю славянский перевод этого стиха. «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Ну и окончание стиха, оно менее известное. «Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог». Итак, вот это вот выражение, первая часть этого стиха и будет предметом нашего сегодняшнего разговора. «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Итак, вопрос, а что тут непонятного? Да ведь все слова имеются и в русском языке тоже. Да, Бог Израилев, все понятно. Во святых своих у Бога есть святые люди, и Бог как будто бы в них проявляет свою удивительность. Бог удивителен, Бог удивляет человека благодаря своим праведникам, цадикам, преподобным, святым и так далее. И на самом деле этот смысл, он тоже правильный, потому что он как будто бы является следствием ряда вещей, перевода, совпадения слов из русского языка и гостовянского. И как будто вот это вот неправильное понимание, оно тоже уместно. Оно уместно в контексте православного богослужения, и как будто бы само наше вот использование Библии к этому нас подталкивает. Поэтому мой первый вывод такой, что это понимание, понимание привычное, такое популярное, оно тоже уместно. Можно понимать и так этот стих. И не случайно, что возникают такие книжки популярные, православные, где рассказывается о святых, и там тоже вот даже бывают, называются книги эти таким словом «Дивен Бог во святых своих». Да, Бог удивителен благодаря своим праведникам, святым людям. Однако у нас же проблемная, друзья, с вами встреча, лекция посвящена проблеме, и проблемы, дорогие друзья, в этом стихе есть. И вот первое, что об этой проблеме говорит, это то, как переводятся эти слова, это слово «дивный», да, «дивен», в других переводах Библии на русский язык. Ну вот, например, перевод РБО. Стих начинается так. «Страшен ты, Боже, в своем святилище». Вот так вот. Или перевод мира Левиного «грозен ты, Боже, в своем святилище». То есть, страшный, грозный. Это вот то получается, как это слово, слово еврейское, переводится на русский язык. Или вот, допустим, перевод, очень хороший перевод Кулакова. Значит, «страх вызываешь ты, Боже». Страх. И выясняется, что действительно слово, которое имеется, присутствует в еврейском оригинальном тексте, с которого и делается перевод «синодальный», РБО, Мира Левиного, Кулакова. Там стоит слово, которое не означает «дивный», «восхитительный», «изумительный», «возывающее удивление». Там стоит другое слово. Ну вот, прочитаю фрагмент этого самого еврейского языка. «Нора Эллуим». «Нора» – это тот, кто вызывает страх, ужас. Действительно, Бог оказывается страшным, грозным, ужасным, вызывающим страх в этом стихе. Вот. И тут, дорогие друзья, это очень такое непростое место в Богословии Ветхого Завета, от которого даже уже древние евреи пытались дистанцироваться, тем более христиане, и у нас у христиан немножко более другое учение о Боге. Мы считаем, что Бог не страшный и не ужасный. Страшно Богу не повиноваться, страшно быть грешником. Бог как будто бы не желает вызывать у нас чувство какого-то паники, фобии, беспомощности. Бог христиан не такой. Но вот, дорогие друзья, в чем нюанс? В том, что наше современное новозаветное учение о Боге как будто бы основано, да, имеет своим фундаментом древнее ветхозаветное представление о божестве, да, фундамент. На фундаменте ставится первый этаж, да, вот, в другие этажи, там уже есть балконы, там все, там много окон, там много света, там приятно жить. Ну вот, дорогие друзья, в чем нюансы, в чем проблема. Без этого фундамента, если мы его разберем, мы не будем о нем заботиться, не будем его тоже сохранять и даже знать, да, должны быть у инженера какие-то планы, чертежи, потому что при игнорировании того, что фундамент должен быть крепким, все здание однажды и будет разрушено, оно впадет. Так вот, мы сейчас обращаемся к этому самому невидимому и неосознаваемому, но имеющемуся в тексте Ветхого Завета фундаменту нашего представления о Боге, о божестве. Какой же фундамент? А вот, дорогие друзья, такой. Бог не какой-то Санта-Клаус, не какой-то Дед Мороз, не какой-то добрый папочка, дедушка, дяденька и так далее. Бог является совершенным владыкой, творцом вселенной, он является хозяином всего, что есть, он делает заповеди, постановления, он победитель, он хозяин, он владыка всего мироздания. И вот в этой, как будто бы в таком положении царственном, в своей независимости от наших представлений о добре и зле, в своем могуществе он вызывает то, что написано здесь. Бог грозен, Бог страшен, Бог ужасен. С Богом лучше не связываться, лучше его не расстраивать, не обижать и не обижать его людей. Вот. Конечно же, это учение имеется частично и в нашем христианском контексте. Мы призываем быть друг друга людей и себя богобоязненными. Мы учим тому, что необходимо иметь страх Божий. Люди, которые такого страха не имеют, как правило, бесстыдники, и ничего им, никто им не указ, и с такими людьми лучше не связываться. Вот. Это есть и в нашем контексте тоже. Но, конечно же, всегда священник подчеркивает, заслагает это учение, то, что этот страх не может вызывать у тебя чувство оцепенения, беспомощности. Бог не садист и не маньяк, и не является следствием его могущества, желания тебя уничтожить и растоптать. Нет, так дело не обстоит. Да даже так дело не обстояло и в Ветхом Завете, потому что следствием, да, вот этого учения о том, что бог страшен, является вот такой вот призыв. Значит, точнее, такая вот констатация факта. Значит, страшен ты, Боже, в своем святилище, бог Израиля. Дальше. Бог дает силу и мощь народу. Вот так вот, от того, что есть страх Божий в обществе, возникает у этого общества и мощь, и сила, и защита со стороны бога. И самое главное для нашего разговора вопрос такой. А как же получилось так, что вот этот вот страшный, грозный бог оказался богом дивным, да, в нашем, вот что таком, понимаете, современном прочтении. Ну, конечно же, без перевода септуагенты тут не обошлось. Возникает вместо слова нора, страшный, вызывающий ужас, гораздо более нейтральное слово, даже позитивное слово. Тхаумастос, да, тхаумадзо, это есть удивляться, изумляться, выглядеть замечательным, да, таким занимательным, непонятным и так далее. Так вот, тогда, видимо, древние евреи, переводчики Танаха на греческий язык, тогда уже немножко смущались, да, им это было немножко неудобно и непривычно считать, что бог – это бог, вызывающий ужас, страх и трепет. И возникает такая более нейтральная интерпретация его положения, его вида, проявления по отношению к каждому из нас. Бог, да, вызывает удивление, бог удивительный, бог изумительный. И все это в дальнейшем было усвоено христианским богословием и отразилось в разных переводах. Перевод славянский такой, что, как мы прочитали, видите, дивный, да, бог дивный. Но тут есть очень такая непростая история, когда слова из славянского языка и из языка русского одинаково звучат, но имеют, ну, довольно разный смысл, да. Вот в русском языке слово «дивный», о, какое дивное, какая дивная погода, да, какой дивный человек, мы о ком-то отзываемся. Это есть однозначно положительная характеристика. Мы довольны, мы восхищены, мы рады этой погоде и мы рады этому человеку. В славянском языке слово «дивный» не имеет такого однозначно положительного значения. Даже в славянском языке слово «дивный» – это есть нечто такое вот как раз вот как вот в еврейском языке то, что граничит со страхом, да. Вот, например, в слове «Полку Игореве» есть такой стих, что «однажды в лесах див закричит, дива». И когда я был школьником, я изумлялся, думал, что такое за див, да. Порез в словарь и выясняется, что див – это есть название какого-то человекообразного лесного чудовища, какой-то снежный человек, какой-то неандерталец, вот он живет в лесах и вызывает ужас, да, он дивный, потому что он ужасный, он дивный, потому что с ним лучше вот так вот не сталкиваться лишний раз, да. И тогда получается, что и в славянском переводе слово «дивный» сохраняет свое такое вот ветхозаветное, еврейское значение. То, что вызывает одновременно и изумление, и восхищение, но и ужас тоже. Но окончание этого стиха, конечно, является все-таки опять положительным, мажорным и радостным. Дело в том, что в этом стихе есть призыв благословить Господа. «Барух элухим», да, или по-гречески «евлогистос хо тхеос», то есть «пускай Бог будет благословлен». Если мы правильно понимаем учение о том, что Бог грозен и страшен, это не вызывает у нас никакого оцепенения, либо страха, нас сковывающего, но вызывает очень здоровое чувство, желание благословить Бога. Дорогие братья и сестры, наш разговор подошел к концу. Спасибо за внимание. Нашим помощником в разговоре является портал «Экзегет». С приветом из Петербурга, священник Алексей Волчков. Всего хорошего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.